Уже к 2020 году объем закрузки моста в час пик достигнет уже 193%. Конечно, потребность строительства нового мостового перехода уже назрела. Контракт подписан. Протяженность нового моста 1131 метр. Это самый большой мост будет в Вологодской области. Ремонт. 2019 год. Комсомольская, Бардина, Городецкая, улица Рыбинская. Участок от перекрестка с Октябрьским проспектом до Южный въезд. Город Северное шоссе. Участок от Пионерской до Кирилки. Проезжая улица Пионерская, улица Социалистическая. Эти дороги будут уже в этом году отремонтированы. Строительство продолжается. Двух детских садов и одной школы. Мы школу открываем и принимаем детей 1 сентября. На Городостроительном совете был представлен график. Ход выполнения строительных монтажных работ по двум детским садам. Оба детских садика на 420 мест. И строительством этих детских садов мы остроту проблемы по Зашихтинскому району снимаем. В Городостроительном совете подтверждено решение о разработке проектной сметной документации и начале строительства еще двух детских садов. 103-й и 105-й микрорайон. И в мае месяце мы направляем Министерство просвещения заявку на еще одну школу в 106-м микрорайоне. В Череповце строятся спортивные площадки в Северном и Заягробском районе у 34-й и 13-й школы. И в настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На Городостроительном совете представили ход реализации этого проекта. 144-й микрорайон. Пропускная способность объекта 400 человек в день. Мы контракт планируем на строительство уже ФОКа заключить в июне 2019 года, начать строительство фактически. Закончить его летом 2020 года. Очень важный для города вопрос. Проект Вологодской области светлой улицы Вологодчины, в рамках которого по городу Череповцу будет установлено 1300 светильников, построено 37 километров линий наружного освещения. Также была представлена информация о ходе реализации, о ходе подготовки проектно-сметной документации. Она у нас будет готова 6 мая по дорожной карте. И сейчас в техническом задании на подготовку проектно-сметной документации находится 83 участка.